Ненавижу тикток. Но это не мейнстрим, Гарри. Ты бизнесовый человек вообще? Я очень серьезный человек. А вот вы. Хайп для тебя важен? Я два развода, я дважды поделился. Презервативы рекламировать, а тем более я уже гусар. Хот-доги, бульдог. Лень двигатель прогресс? Конечно. Абсолютно. Мне всегда все лень. Ты уникальный ленивый миллионер получается. Стреляйте в них, мальчики. Пятерочку. Понимаешь? Форбс Дайджест. Привет, друзья. Это Форбс Дайджест. И сегодня мы приехали в гости к одному из самых известных и богатых юмористов России. Гарику Бульдогу Харламову. Именно он 17 лет назад вышел на сцену еще маленького-маленького клуба и открыл вечер словами. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Камеди Клаб. В следующем году у проекта Совершеннолетие. В рейтинге Форбс 40 до 40, посвященному самым богатым и успешным звездам шоу-бизнеса и спорта, Гарик занял 20 место. Его доход мы оценили почти в 3 миллиона долларов. Пойдемте знакомиться и говорить о реальности 2020 года и юморе. Форбс Дайджест. Форбс Дайджест не было плохого в том году. По сравнению с этим, каждая новость последующая, она все хуже предыдущей. Я уж не говорю про пандемию, про коронавирус и про прочее. Я считаю, что самый в мире, в глобальном, вообще в жизни самый отвратительный год для человечества. По крайней мере, за 39 лет, которые я живу, настолько насыщенным отвратительными событиями года я не помню. Какой-то начальник. Я надеюсь, что он скорее закончится и следующий год будет. Ну, следующий год будет точно лучше. Надеюсь. А то, если через год еще будет интервью, скажешь, что 2020 был лайф. Ну, слушайте, тогда действительно должен какой-то метеорит упасть. Или что-нибудь очень глобальное. Потому что уже куда. Для производителей контента это не крутой год. Говорят же, чем острее, хуже время, тем лучше юмор бывает. Ну, если с этой точки зрения смотреть, то у нас всегда пища для юмора была. То есть, помимо бытового юмора, муж, жена, любовник, любовница, которая вечная тема, то всегда что-то подкидывалось. И политика нам что-то подкидывает постоянно. И какие-то там новости всегда были. То есть, например, а вот сейчас, если говорить с точки зрения, что что-то плохое нам подкидывает, ну, про коронавирус особо-то не пошутишь. Люди умирают там пачками. Такой себе повод для шуток. Я сам переболел эту штуку. Поэтому, то есть, не самая приятная вещь. Как прошло, кстати? Слава Богу, прошло. Иначе мы вряд ли бы разговаривали. Все хорошо. Нет, я теперь человек-антитело в прямом и в переносном смысле этого слова. Так что... Ну, остальные события тоже, мягко говоря, не подкидывают нам юмора. Поэтому, не знаю. Мне кажется, что чем хуже год, тем сложнее шутить. Все-таки мне так кажется. Сколькими ты проектами сейчас занимаешься? И это все в рамках одного твоего контракта с ТНТ, с Комеди Клабом? Да. Ну, у меня, помимо съемок Комеди Клаба, которые уже 17 лет идут по графику, есть сериал «Гусар», который мы снимали полтора года, в который я так вложился тоже. И моральный, эмоциональный и вообще. То есть это самый длинный, в принципе, мой первый сериал. Если не брать «ХБ», потому что «ХБ» все-таки это парная история. И там больше скетч-шоу. То есть это больше такой, скажем так, не сериал, сериал в полноценном его названии. То есть это скетч-история. Так, в отличие от «Гусар», «Гусар» — это прям исторический сериал, где я играю одного персонажа на протяжении 18 серий. 17-18 еще пока непонятно, сколько их окончательно будет. И это графика компьютерная, это трюки, это полноценная история. То есть снималось это все как полный метр. Это большая сложная история. И, конечно, последние полтора года я занимался конкретно этим. Плюс параллельно у меня есть еще один сериал, но уже для интернета. Но об этом я говорить пока не буду, потому что пусть это останется секретом. Это лично какой-то проект? Не могу пока ничего сказать. Я просто открою, завешу такой легкий флер, что будет и конкретно для YouTube, для интернета кое-какая бы работа. В сериале «Гусар» ты исполнил главную роль. «Гусар», да. И при этом ты сопродюсер проекта, насколько я понимаю. Да, так и есть. Только поэтому? Потому что ты и продюсируешь этот сериал, ты так в это вложился? Ну нет, я же, так сказать, во-первых, у меня Слава Дусамхамедов, который является главным идеологом этой истории, у меня долго уговаривал вообще пойти на это, потому как, я еще раз повторяю, для меня это большой опыт сыграть персонажа на протяжении долгого достаточно времени, на протяжении 17 серий. Это один персонаж. То есть для меня проще играть короткие какие-то истории, на сцене камеди, там скетчи или же миниатюры, или же, например, ХБ история, где там 2 минуты скетч закончился, там 3 минуты, там другой персонаж. А вот так играть на протяжении долгого времени одного персонажа, для меня впервые, и я, честно говоря, немножечко так посыкивал, что мне казалось, что это сложно очень. Я не знаю, как это будет, как зритель это воспримет, но по мне, потому что я увидел тот материал, который уже смонтировали, который уже есть, мне кажется, что это классная вещь, которая и для взрослых, и для детей, ну как детей, для подростков, скажем так, смешная. То есть очень качественно прописан персонаж, за что спасибо большой авторской группе. Замечательный совершенно коллектив, с которым я, ну, наверное, лучшая группа, с которой я когда-либо работал. И режиссер Рустам Масафир, замечательный. То есть люди, которые умеют передавать юмор через экран. Ну, посмотрим, как это зайдет людям. Но это классная штука. То есть в итоге меня Слава уговорил, мы сделали пилот, посмотрели, я увидел, как это выглядит на экране и сказал, ладно, давай снимать. И, ну, а сопродюсером я являюсь не только Гусара, я в самых лучших фильмах был сопродюсером, и где только не был. Поэтому для меня удобнее и проще, если я зашел в проект всем, чем у меня есть, там, не знаю, временем, там, не знаю, ну, всем, то, конечно, я хотел, чтобы это был мой проект. То есть во всех его смыслах. То есть, тем более такой долгий и большой. Как говорит Гарри Харламов, жизнь одна и прожить ее нужно с максимальным комфортом для себя. Это главная ценность. И у него в благоприятных условиях шутки получаются смешнее, миниатюры правдоподобнее, а пародии искрометнее. Я с этим полностью согласен. Чтобы написать хороший сценарий выпуска, погрузиться в одну узкую тему, нужен комфорт. Так процесс пойдет быстрее, а главное, качественнее. Важная часть работы любого юмориста или автора программы на Ютубе это подготовка, сбор информации, проверка фактов, написание текстов. Это все домашняя работа. И дом, особенно в последнее время, стал настоящим центром городской жизни. Но мы стали работать дома гораздо больше. Это факт. Мы стали трепетнее относиться к тому месту, где мы живем. Мы как будто оглянулись вокруг себя. Московский Оазис, жилой комплекс бизнес-класса City Bay от MR Group, это сочетание городского комфорта бизнес-класса, самых современных технологий и умиротворяющего природного окружения. Я просто перечислю эти факты под приятную музыку и вам не захочется перематывать. Это как сеанс медитации. Расположение на берегу Москвы-реки. Собственная благоустроенная набережная и свободный доступ к воде. Премиальная архитектура и лобби от ведущих европейских архитекторов. Панорамные окна в пол и головокружительные виды на Москву-реку. Дворы без машин. Ландшафтное благоустройство в стиле Натюргартен. Полноценная собственная инфраструктура. Детские сады, школы, кафе, рестораны, фитнес-центр, салоны красоты и службы сервиса. Все, что необходимо для комфортной жизни. И, конечно, отличная транспортная инфраструктура. Удобный выезд на крупные транспортные магистрали. В пешей доступности станция метро Тушинская. Ну как вы, помедитировали? Чтобы подробнее познакомиться с проектом CityBay, переходите по ссылке в описании под этим видео. Что может быть лучше хорошей шутки? Только квартиры с панорамными окнами от MR Group. Не опасно сейчас шутить над историей? У нас ее сейчас так сакрализируют. Ну, в чем опасно? Единые учебники. Мы же говорим о том, что это юмористический сериал, это же юмор. То есть, в любом случае, это все юмор. И мы не шутим над историей, мы ее не меняем. Более того, мы никак над ней не стебемся. То есть, мы берем просто историческое событие и перемещаем персонажа оттуда-сюда. И никак это не оскорбляет историю. Поэтому нет. Никакой опасности здесь нет. Мы ничего такого не делаем. Этим летом ты вошел в рейтинг Forbes 40 до 40. Да. На 20-м месте. Ничего себе. Неплохо. 39 лет ты попал еще в этот рейтинг. Неплохо. И мы оценили твой доход Заскочил. Почти в 3 миллиона долларов. Ты согласен с этой суммой? Ну, если вы оценили, то... Конечно, хотелось бы их увидеть. А так в целом, ну, если вы оценили, то почему вы нет? А ты можешь рассказать свою структуру доходов? Такую условную пиццу нарисовать и сказать, из чего формируется твоя деятельность? Все очень просто. У меня есть контракт с каналом, с каналом, за который я получаю деньги. То есть я веду передачу Comedy Club. 36 выпусков в год я обязан отвести и показать 100 тысяч миллиардов миниатюр. За это я получаю деньги по контракту с каналом. Это первое. Второе. Есть такие вещи, как условные, там, какие-то корпоративные мероприятия, где я там веду какие-то дни рождения, свадьбы и прочее. Есть также какие-то проекты а-ля Гусар и там другие проекты, которые я делаю. И, соответственно, получают, например, в Гусаре я сыграл главную роль, я получил гонорар как главный артист. Я вообще, ну, за съемочные дни. Вот. Из этого всего формируется, собственно говоря, мой заработок. А если ты как актер получил, ну, как это, зарплата, гонорар, получается, а как продюсер сериал в прокате не пошел? Поэтому я играю там главную роль. Это очень хитрая позиция. Получаю как актер. Поэтому где-то... Ты в любом случае в плюсе, получается. Ну, не в любом случае. Если сериал не пойдет и не понравится, то, значит, где-то буду в минусе. Я расстроюсь, потому что это на самом деле дело не в деньгах. То есть, в данном случае это не какой-то тупой заработок денег. В данном случае я действительно хочу, чтобы людям понравилось. Это правда, искренне. Я в него вложил душу в этот проект и не понравится, не пойдет. Но с этим мы уже сталкивались неоднократно. Ну, значит, будем делать что-то другое. Мы и так будем делать что-то другое. Но хочется, чтобы понравилось, потому что это действительно классный проект. А свои социальные сети, инстаграм, ты не монетизируешь? Абсолютно. У меня даже был стеб недавно над гивами. Сделал такой стебный гив. Страшное количество комментариев на эту тему было. У меня бывают какие-то рекламки в инстаграме, но нет, это не заработок. Я с этого практически ничего не имею. Если будет какое-то действительно классное предложение, я с удовольствием про рекламу... А, опять же, рекламу. Ты говоришь, откуда у меня деньги? То есть, у меня был Лейс, у меня были всякие Бабанка и прочее, просятся. Оно есть, реклама тоже принесет деньги. Если в инстаграме будет какое-то действительно интересное предложение, но я соглашусь. А сколько стоит купить рекламу у Гарика Харламова? Честно говорю, я даже не знаю. Я смотрю по рынку, вот как у других. Кто берет, не знаю, сколько Тимоти берет или сколько берет, не знаю, Паша Воля. Я звоню, спрашиваю, Паша, сколько ты берешь? А он говорит, три рубля. Я говорю, ну, значит, три рубля. Я не понимаю, в этом рынке не шарю мне абсолютно. Не понимаю. То есть, я понимаю, там рекламу на телеке. Там какие-то деньги. Или там человек сразу приходит, человек говорит, вот тебе столько-то предлагаем, да, нет. Ты говоришь, вот, если больше дадите, да, а если, ну, смотря что. Хотел сказать, никогда не буду рекламировать водку, но с другой стороны, еще... Почему нет? Нет, с другой стороны, я думаю, еще там вторая-третья волна коронавируса, и я уже буду эти презервативы рекламировать, тем более, я уже гусар. Гусарский. Жду предложений. Так что, да, тут дело такое. Какой у тебя самый крупный был контракт? Самый крупный контракт, между рекламной, у нас лоис. А все суммы не раскрываются ни с кем-то рекламы? Я не имею права этого делать, даже по контракту не могу раскрывать. Вкусно-то как? Узнаю свою картошечку. Ты бизнесовый человек вообще? Нет. На каком месте для тебя деньги стоят в жизни? Вообще нет. Ты такой пьедестал представить? Здоровье, семья, не знаю. Я абсолютно с бизнесом на вы. Поэтому я никогда не открывал никаких ресторанов, никаких бизнес- каких-то историй. Я в этом абсолютно не шаг. Я уверен, что на этом поприще меня можно легко облапушить. Потому что я просто не человек бизнеса. У нас есть человек бизнеса, Артур Джанибекян. Слава Доск-Мухаммедов. Они молодцы в этом плане. У меня мозги заточены. У меня всю жизнь была беда с математикой, с счетом денег и с счетом цифр даже просто обычных. И поэтому для меня бизнес это что-то непонятное. Я хорошо разбираюсь в юморе. Заводим наличными шесть лямов в Рософбанк, меняем банковские реквизиты и оттуда переводим несколькими траншами на кипрские счета. Делаем бивалютную корзину, потом меняем реквизиты и делаем перевод в Райстраштенбанк. Оттуда уже как физическое лицо деферфицируем всю сумму и в трех равных долях в Швейцарию. Все, шесть лямов от Мэтта. Понимаю, как можно снять скетчи, можно снять кино юмористическое, можно там и то, я в этом не до конца разбираюсь, потому что пока сто процентов какого-то продукта, который бы меня порадовал, а еще лучше порадовал бы остальных, нет. Поэтому я на пути к этому. Но заниматься заработком денег из каких-то именно торгуя чем-то если нужда припрет, но буду начинать это делать. Но предложения, мне кажется, часто поступают. У меня были предложения, у меня чего только не было. А расскажи какие-нибудь самые эпические. Ну, мне предлагали, например, сделать хот-дог-бульдог. Мне предлагали, давай будем выпускать хот-доги-бульдог. Но, опять же, я говорю, идея, ладно, но чтобы я в этом разбирался, где стоят какие-то лотки, как это все должно быть. Это вообще не мое. Настолько не мое, что... я понимаю, как надо с ребятами придумать менять урок. Или написать песню для Эдара Сурова. Или, например, сыграть какого-нибудь чиновника. Не знаю, кого угодно. Но в этом я понимаю. Но в хот-догах я профан просто абсолютно. Ты часто играешь чиновников в Комеди-клабе, особенно президента США Донда Трампа. Ну, не так часто. Я и Ким Чен Ин, и Ира играл. Только нет. по-разному. Он тебя симпатизирует? Кто Трамп? Да. Сложно сказать. Наверное. Я не знаю. Сложно сказать, нравится ли мне Трамп. Вообще, ну, как бы к политике у меня такое... она есть и есть. Нравится ли мне Трамп? Ну, он сам по себе просто персонаж. Мне интересно играть персонажей интересных. То есть, например, сыграть Трампа. Ну, да, интересно. Но нравится ли он мне как человеку, я не знаю его. Я знаю, вижу его по телевизору всю жизнь. Мистер Трамп, так же у вас сегодня встреча по поводу забора. Я уже сдавал анализы, я чист. Нет, это по поводу забора на границе с Мексикой. Я не буду сдавать анализы на границе с Мексикой, Джексик. Хороший он, плохой он. Мне с ним... мне с ним не жить. Поэтому... А сыграть персонажа, да, интересно. Но он нарочито такой туповатый чуть-чуть. Кто, Трамп? Да. Я понять не имею, я с ним не жил. Нет, ты его играешь таким. Это нужно спросить у Иванки Трамп. Туповатый он нарочит или нет? Я не знаю. Давно ли ты видел Зеленского? В КВНе в 2002 году. Что можешь о нем сказать, как охарактеризовать? Хороший парень. То есть, ну, мы дружили, дружили с командой КВН на 95-й квартал. И играли вместе в КВН. Он, как человек, действительно, ну, хороший, умный, веселый парень. Ну, по крайней мере, я говорю, за 2002 год. С тех пор мы с ним периодически созванивались по телефону. Он приглашал меня в квартал, там что-то не получалось, и я так ни разу не приехал туда. То, что то у меня съемки были, то они не могли... Ну, короче, ему просто ни разу нет. А в целом, наверное, и все. Как по-твоему, Россия вообще плодородная страна для юмора, потому что у тебя в Инстаграме постоянный троллинг политических шоу различных, троллинг даже там Сберконфа был, например. Все это тоже какой-то элемент комедии, на твой взгляд? У России это вообще... Ну, как... Ну, то, что Россия. Вообще, в принципе, у нас каждый день можно что-нибудь веселое. То есть, например, давай поженимся. Я прекрасно отношусь к Гузееву. Она замечательная, прекрасная. Замечательная актриса, прекрасная женщина. Но тот продукт, который они делают, он сам по себе дает мне почву для юмора. Ну, потому что там какие-то фрики собираются, и я почему-то ничего не делаю особо. Я просто беру кусочек из ее передачи и ставлю кусочек из какого-нибудь кино. Я так подела, ему нужна хозяйка. Она самая красивая среди остальных. Она? Да. Потом идет похуже и крокодил. Ну что ж, пойдем домой. То есть, по сути, это очень простая работа, но она вызывает смех, потому что это смешно. Ну, если пидорас п***сина знает весь, не знаю, вся страна уже, потому что я этим, сколько это. Я этой профессией занимаюсь, потому что мне еще нравится, когда смеются люди. И понятно, что юмор бывает разный. Наша действительность, она всегда подкидывает почву для юмора. Всегда. Не важно, политическое это шоу, где все друг на друга, орут и не слышают друг друга и там выгоняют из студии. Или там от Агузеева, где приходит какой-нибудь фрик, не умеющий ни петь, ни танцевать, но при этом поет и танцует и пытается пожениться на ком-то. Это все забавно. И почему бы не посмеяться над этим? Ну, словно говоря, включить какое-нибудь финское телевидение или шведское в странах с стабильной, развитой экономикой. Так. Мне кажется, там карьеру юмориста гораздо сложнее сделать. Там тоже есть свои юмористы. Это, опять же, мы же просто не знаем их жизнь внутри. Если бы мы были с вами шведы, и я бы был уверен, что у них тоже есть очень много тем для юмора. Просто еще юмор разный. Например, в Великобритании смеются над одним, в Америке над другим. То есть, разная повестка дня, разная повестка юмора. Но я уверен, что, например, Саша Барланкоин, прекрасный юморист. Но Америка вообще похожа немного на нас. Похожа. Но юмор при этом разный. Все равно. Например, поехать там, не знаю, реднеком рассказать наш анекдот, но они не поймут. Повестка дня. Все зависит от еще и... Самый смешной юмора, который вот сейчас, всю секунду. Сегодня случилось, сегодня пошутил, все. Самое смешное. С утра в газете, вечером купли. Да, бывают шутки, которые там, вечные там, опять же. Жена, муж, любовник, любовница. Это вечная тема. То есть, то, что вот сиюсекундно, вот включи КВН, например, десятилетней давности. Вот вообще не посмеешься. Но какие-то легендарные номера могут быть смешными. Гадзи Петрович Хреново, это классика. Это вне, это номер вне времени, он ни о чем. Он не о повестке дня. Просто Голусян смешной. Смешной, смешной. Да, это этот номер, который не привязан ко времени. Гадзи Петрович Хреново. Да, он сейчас смешной может быть. А другие шутки, вот послушаешь, там приветствия, например. А сейчас КВН разве смешной? Я не смотрю КВН. Я уже давно не смотрю КВН. КВН наверняка смешной для своей аудитории. Вообще надо понимать, что каждый юморист работает на своей аудитории. Петросян Евгений Ваганович, которого я безмирно уважаю, он работает на своей аудитории. У него всегда есть, у него аншлаги, у него приходят люди, которые любят его юмор. И люди, которые растут вместе со мной, тоже будут приходить, надеюсь, ко мне, на концерты или куда-то, потому что они растут вместе со мной, и мы с ними говорим на одном языке. Евгений Ваганович разговаривает на одном языке со своей аудиторией. Поэтому тебе может не нравиться юмор Евгения Вагановича, или, например, юмор молодого, какого-то блогера. Но у него есть своя аудитория, на которой он работает, и та, которая получает от него смех, юмор, хорошее настроение. Поэтому у нас у каждого есть своя аудитория. Нельзя вмешать все в один общий котел. Поэтому люди, которым не нравится Петросян, которые говорят, что он старый, ну да. Например, это не мой юмор. Я не пойду на концерты, Евгений Ваганович. А в детстве он тебе нравился? Да, безусловно. Я ему это писал лично. Я говорил, что да. Он ответил? Да, конечно. Он ответил, спасибо большое и прочее. Это не совсем мой юмор, то, что нравится мне. Но при этом я уважаю, потому что человек всю жизнь работает на сцене, всю жизнь предан своей профессии, и всю жизнь несет этот юмор. А что может быть лучше, чем доставить человеку хорошее настроение? Вообще, это профессия, ну понятно, как пословица была, кукушка про себя поет, не помню точно, но типа, я юморист, поэтому моя профессия самая крутая. Нет, но это действительно профессия, цель которой доставить максимальное удовольствие человека, который воспринимает юмор. То есть, наша задача рассмешить, не заставить плакать, не заставить нервничать, а заставить рассмеяться человеку. Это одновременно и самая сложная задача спросить у любого актера, что сложнее, рассмешить или заставить плакать? Рассмешить очень сложно человеку. Вообще, заниматься юмором сложно. И поэтому я уважаю, естественно, Евгения Вагановича и всех, кто занимается этой профессией. Гарик, то есть, ты считаешь, что неминуемо повторишь судьбу Евгения Вагановича Петросяна? Если я буду столько времени на сцене, если я буду так долго существовать на юмористическом поприще и давать концерты, конечно, да. Ну, конечно, да. Но молодежь скажет, ну, мне будет там уже, дай бог, 70 лет. Я буду шутить на темы, которые интересны моей аудитории, 70-летней. Но молодежь скажет, что это за старый хер. Ну, конечно. Но я сравню это, знаешь, с миром шоу-бизнеса. И вот Филипп Киркоров, Николай Басков, они пытаются молодиться и у них достаточно успешно это получают, делать совместные песни с Егором Кридом, с Даней Милохиным. Но это же единичные какие-то всплески. Ну, что сейчас, молодежь там пошла и сказала, о, Басков. Ну, Та часть аудитории, которая слушает Моргенштерна, ну, пойди спроси там про Баскова. Ты уже узнал Моргенштерна, потому что я смотрел последнее интервью твое, ты говорил, что не увлекаешься я не увлекаюсь Моргенштерном, это не моя музыка абсолютно. Это совершенно для меня странный персонаж, но я отдаю себе отчет, что мне 39 лет. Я отдаю себе отчет, потому что он нравится молодежи. И также я отдаю себе отчет, что ему 21. И когда мне был 21, мне тоже нравилось что-то иное. И музыки, и во всем. И мне не близок, когда ты паташ, потому что я видел прекрасно, там, не знаю, Шуру. Например. Ну, то есть, условно говоря, Рассвет Бориса Моисеева. Да. То есть, это все понятно. Мне все понятно. Это не музыка, на мой взгляд. Я вообще считаю, что это больше хайп, есть слово. Больше хайп, нежели искусство. На мой взгляд, субъективный. Сейчас на меня налетят там эти поклонники. Фанаты Моргенштерна. Да, фанаты Моргенштерна. Ну, пусть налетают. Неважно. Ну вот. Опять же, исходя, я люблю колдплей, допустим. Вот я слушаю, я фанатей, колдплей, чужий. Пожалуйста. Как я могу слушать Моргенштерна? А хайп для тебя важен? Нет. Абсолютно. Нет. Я больше тебе скажу. Вот сколько лет мы занимаемся в Камедикламу? Уже 17-й год. Я вообще думал, что это всего два-три года максимум продлится, когда это все мы только начинали. Но тогда время другое было. Мы начинали, когда на телевидении, кроме КВНа и там аншлагов, больше не было ничего. Не было никакого интернета, ничего не было. Камедиклаб поэтому, собственно говоря, и повернул, перевернул все. Вообще, благодаря Камедиклабу надо давать должное эта передача появилось только возможностей у других. И стендапы, и все-все-все-все на свете. Все эти «Смерть без правил» все эти передачи это все производные. Вообще, Камедиклаб открыл двери нового юмора в стране. И ну это круто, это здорово, так и должно быть. И появление даже того же Моргенштерна это тоже Камедиклаб. Ну нет, конечно. Это тоже этаж Саркисиан в Килте. Нет, это не Камедиклаб, но это Моргенштерн не мог появиться тогда с наколками 666 на лбу. Мы, кстати, с Семеном Слепаковым говорили про то, что в нашей Раше были два персонажа чиновников, которые постоянно думали о России и занимались разными смешными вещами. Ставили себе памятники. Уже ночь глубокая, а ты все думаешь. А если не я, то кто о ней подумает, Виктор Харитонович? Золотые слова, Юрий Венедиктович, золотой ты человек. И он сказал, что тогда, наоборот, успели это сделать. Сейчас, говорит Семен, это было бы невозможно. Ты с ним согласен? Ну, наверное, да. Ну, вообще, я говорю, время меняется, то есть меняются подходы, меняются вообще, если мы говорим о юморе, то юмор тоже мутируется со временем, то есть юмор подстраивается под время, под то, что происходит вокруг. И, ну, конечно, сейчас бы, наверное, эти темы уже были бы неинтересны, настолько, насколько они были интересны тогда и смешны. Неинтересны или опасны? Ну, знаешь, вот штука такая, я не скажу, что сейчас что-то опасно, я не могу сказать, что сейчас прямо опасно, например, есть песни какие-то там, есть какие-то номера, которые мы показываем, которые, ну, наверное, опасны. Я пел песню там, какая-то песня у меня была, что, а я что-то, что-то, а я про власть не буду молчать, они молодцы, приз... Мы периодически делаем какие-то такие вот номера, сейчас вот у нас, кстати, номера будут такие пограничные все. Не опасно, нет. Просто вопрос, насколько это смешно или не смешно. Не знаю. Я говорю, часто говорю, вы про Путина не шутите, шутим постоянно. У нас даже Путин есть свой. Ну, это да. Например, Путин в аптеке вот у нас номера есть. Опасно? Да не опасно. Но всегда, как бы, всех побеждает. Не всегда. Ну, вот я говорю, вот есть номера, где этого нет. Но они почему-то проскалькивают. Не заметен. Да, вытаскиваются только те, где он побеждает. это тоже вопрос. У нас нету цели развязывать какую-то войну между либералами и там, я не знаю, консерваторами. Да, и консерваторами между Соловьевым и там, кем-то еще. Нету. Да, Ну, нету. Вообще, у нас юмор-посыл. Юмор. Люди смеялись, они воевали. В этом смысл. Поэтому, ну, стравливать и подтягивать и там, говорить, а вот вы, доверенное лицо там и прочее. Ребят, я, это, это, все интересно в Инстаграме и в Интернете. К реальной жизни это не имеет никакого отношения. Почему мы должны шутить по-другому? Это наша передача, наше видение. Мы, ну, опять же, не забывайте, что мы сами пишем все, что мы делаем на протяжении многих лет. Вот сегодня мы написали так, завтра так, послезавтра так. Я вот сегодня краем уха подслушал вашу репетицию. Вы, сколько уходит времени на подготовку одного выпуска? Как я понимаю, у вас съемки четырех выпусков идут подряд. Мы никогда не готовим один выпуск. Мы подготовим сразу блок. То есть, завтра мы снимаем две передачи и послезавтра еще две. То есть, мы снимаем сразу на месяц вперед. И это, необходимо делать, потому как, ну, чтобы у нас появилось время подготовить следующий блок, нам нужен этот месяц. То есть, на протяжении месяца мы готовим следующие съемки. Только так. Есть прокрастинация у тебя лично из-за таких перерывов в месяц подготовки к Медикладу? Нет, ну, как? Мы же занимаемся еще, есть же жизнь своя какая-то. То есть, надо же еще помимо всего заниматься чем-то еще. Есть авторская группа, которая работает, закончили съемки, они начинают сразу работать на следующем. У Паши, например, 650 других передач, которые он ведет на канале. Ему надо их тоже отснять. У меня есть там гусары, есть там еще сериалы, есть там одно, второе, третье, десятое, какие-то, ну, плюс есть просто жизнь. Есть дочь, которую надо в школу отвезти, есть там, не знаю, свои какие-то там болячки, которые надо там переболеть, там, не знаю, какой-то ковид, ну, и прочее, просто, ну, жизнь. И очень хорошо, что график такой именно. Потому что, если бы мы снимали каждую неделю, мы бы вообще перестали жить. Ну, вот как Кургант, у него каждый день программа. Ну, вот поэтому и Ваня живет на телевидении. Спроси его так, искренне, честно. Ты хотел бы отпуск? Он сказал, да, конечно, прямо сегодня. Я думаю, ну, каждый день это жесть. На мой взгляд. Я вообще человек ленивый по своей сути. Сова. Олень двигатель прогресса? Конечно. Абсолютно. Абсолютно. Сто процентов. Я согласен на тысячу процентов. Человек, которому лень было подойти, переключить программу на телевизоре, придумал пульт. Конечно, это что, не двигательный продукт? Конечно. Человеку лень ходить в другой город. Вот тебе, там, телега, автомобиль. Лень ехать медленно, самолет. Но ты всегда был ленивым? Всегда. Абсолютно. Ты горил себя за это? Нет. В чем философия? Так, ни в чем. Смысл в том, что делать то, что тебе комфортно делать. Ты живешь один раз. Вот, исходя из этой формулировки, постарайся сделать так, чтобы твоя жизнь была максимально комфортной для тебя. Мы все эгоисты. Все. Абсолютно все. То есть, ну, как это говорят в Тибете? Талай-лама? Да. Он говорит, мы все страдаем от того, что что-то имеем. То есть, убери от нас, у нас все. И все. Страдать не надо. Ты уникальный, ленивый миллионер, получается. Ну, слушай, я действительно ленивый. И мне всегда все лень. И, ну, об этом, вон, шутки, сколько шуток. Я бы даже не назвал это на сухоленью, потому что я работаю до хера. Я не имею все, мне никто не дал это все вот на блюдечке. Никто не принес. Мне никто не сказал, на вот тебе деньги, живи, делай что хочешь. Нет. Каждую копейку я заботал сам. Потом. Не скажу кровью. Потом. Все, что я имею, я имею. Я не сказать, что я такой богатый. Нет. У меня вообще к никому немножко такое свое отношение. Я очень нежадный человек. Я такой захотел, купил, подарил, отдал. То есть, в этом моя беда тоже. Но я два развода, я дважды поделился. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Тебе надо почитать, как Фарбсе с этим обходится. Я делюсь каждый раз на два, как клетка. Понимаешь? Вот. Поэтому то, что вы посчитали, делите на два. Вы уже, может даже на еще на два, дважды. Два на два. Два на два, четыре. Поэтому, ну, в деньгам такое. Я, у меня больше вопрос комфорта. Я, например, у меня говорят, аэрофоб. Да, аэрофоб, но я боюсь летать на самолете не потому, что мне страшно, а потому, что мне дискомфортно. Дискомфортно. Много людей в замкнутом пространстве, 800 километров в час, 10 тысяч километров над землей. Кто там сидит, он здоров вообще, не хочет ли он причинить там всем нам вред. короче, масса мыслей. И мне это все дискомфортно. Я говорю, ты боишься змеи, например? Змеи-то боишься? Да, очень. Отлично. А ты не боишься змей? Нет, ну, змей, похер. Так вот, вот представь себе, вот для меня полететь там из Москвы до Питера час, это вот по комфорту примерно то же самое, что если я тебя посажу сейчас в темное, светлое помещение, полностью набитое змеями. Я даже скажу, что они тебя не укусят. И вот тебе час, нужно просидеть с этими змеями, а я час буду лететь. Вот у меня будет ровно такое ощущение по комфорту или дискомфорту. То есть, мне дискомфортно. Все, что мне дискомфортно, мне сразу не надо. И ровно то же самое обратный эффект, когда мне говорят нельзя. Мне сказали, вот нельзя, нельзя, не трогай. Я обязательно потрогаю. Я это знаю. Сейчас твое время, да, как раз, когда сложно перемещаться и куда-то летать? Да, я на карантине вообще замечательно, прекрасно. То есть, сам карантин плохо, но то, что оказалось много свободного времени, я занимался, чем хотел. Даже вот я ковидом болел там неделю. Неделю всего? Нет, 14 дней, две недели. Да, две недели. Ну, ты все-таки летаешь на самолете и в 90-е годы у тебя был уникальный опыт для советского Мальчика, ты жил в Америке и работал там на разных профессиях. Было разное. В Макдоналдсе, насколько я знаю, продавал мобильные телефоны. 5 долларов в час. Важен ли такой разнообразный опыт для успеха в юморе? Нет, абсолютно. Абсолютно. Ну, сколько он юмористов, которые нигде не работали, ничего, работают юмористы. Вопрос, насколько ты человек к юмору предрасположен или нет. Оказалось, что огромное количество людей вообще не имеет чувства юмора. Все чувства юмора уникальные чувства. Многие не схватывают шутки, не понимают. Мало того, что ты, что есть люди, которые производят юмор, это в общем уникальные люди во всех странах. Так еще оказывается редкие люди, которые его воспринимают. Нам кажется, что все понимают. Нет, далеко не все. Сколько раз я сталкивался с людьми, которые вообще его не понимают. Что самое интересное по моим наблюдениям, за сколько лет я занимаюсь этой штукой, если человек не понимает шутку, это равно сразу агрессия. Сразу агрессия. То есть он сразу, он не думает, что это он не понимает, он думает, что он тупой. Он считает, что ты на него наехал. Это автоматически сразу агрессия. Или там я в инстаграме, сколько мне там говнокомментариев выкладываешь, например, доброе утро. Я сразу пошел ты нахуй. А ты в ответ пишешь, пошел тоже. У меня бывает настроение, то есть иногда я еду в пробки, иногда хочется с кем-то из них подискутировать. Да, я что-то иногда отвечаю. Но не сказать, что это систематически. У меня вообще это все выработало некий такой момент, что в той же институте ты отвечаешь почему-то только на говнокомментарии. Это интересный психологический момент. То есть ты говоришь условно. Какой вы хороший, Гарик. Ну, у вас такие смешные шутки. Ты говоришь что-то, доброе утро, и тебе пишут, ты молодец, тебе доброе утро, все здорово, классный день. И кто-то пишет, ты говнен. И ты ему-то отвечаешь. И ты из всех этих людей почему-то отвечаешь этому человеку. Потому что тебя оскорбили. И ты должен защитить якобы свою честь. Почему ты просто не пропускаешь мимо этого долгого или, например, заблокировать его? И отвечать людям да, и вам, добро. 300 тысяч раз. Да, это становится скучным. И они знают, что тебя подзадевает это. И на этом, собственно говоря, живут. Это несправедливо, ты согласен? Поэтому я стал отвечать хорошим людям. На хороших комментариях. Здесь должен появиться. чуть-чуть над головой такой ним. Да. Я хочу еще немного расспросить про то время в 90-х. Опиши Америку того времени и тот момент, когда ты вернулся в Россию. И почему вернулся? Многие же захотели про это про это можно читать, посмотреть. Ну, такой интересный опыт. Ну, что, я уехал, я учил французский язык здесь, в школе 12-16 на Стретинге. Сейчас вместо нее стоит монастырь. Школы моей нет. Учил французский язык, приехал туда, к отцу, не зная ни слова по-английски. Ни одного. И знал только hello. И все. И на третий день после этого пошел в школу. Слава богу, там страна иммигрантов, поэтому я сразу же попал в класс для тех, кто только что приехал. Моим соседом был такой индус Калеб звали его дошпорком. Я уже через полгода уже что-то там говорил по-английски, он ни слова до конца не мог произвести. Только Данкин Донус. Больше ничего. Возможно, он работает сейчас там. Интересно было, то есть действительно у меня батя говорит иди работай, потому что 3 доллара стоил обед в школе. Стивенсон High School в Чикаго, город 7 метров. Да, работал Макдональдс 5 долларов в час получал в местном ресторане, Мид Хит назывался. Жарел эти стояки. Также был в Харренте, это театр. Потому что первый год на лето я уехал в спортивный лагерь учиться. Мне очень дико не понравилось, потому что опять же дискомфортно было с утра до ночи бегать, носиться. Я отцу сказал, давай посмотрим на следующее лето, какие предложения еще есть. И вот от Харрента от этого театра приходили на летний период приехать и поучаствовать там актерский лагерь. Я думал, о, там делать нечего. Ну что там актерский? Халява? Да, типа туда. Но я очень сильно ошибался, потому что там было и дисциплины с утра. Ритузы были? Ритмика сейчас в актерских? Нет, там у нас было с утра драки, где кунг-фу, карате? Кино-драки, кино, то есть киношные постановочные бои, значит, потом танцы, потом песни, потому что это мюзиклы все были. Потом, значит, актерское мастерство. Вот, к нам приезжал Билли Зейн, занимался нами. Это плохой, который в Титанике бегал, значит, стрелял в Ди Каприо. Я был единственным русским на этом курсе. Две женщины, которые основали театр, они были дети иммигрантов, те, которые уехали из России во времена революции. Они мне спрашивали, как там Россия, как там Москва, как там? Они так очень плохо говорили по-русски. Как там Москва? Стреляйте в них, мальчики, ха-ха-ха. Вот, я им рассказывал там все. Было шесть мюзиклов на выходе, на выхлопе. Фиддлайнер Уф, «Скрипач на крыше», Джозеф, «Шоу Боут», я в них участвовал. Вот, даже есть, мне кажется, где-то видеозаписи. Чтобы батя была камера, он что-то ее записывал. Ты очарован был капитализмом? Да я не понимал, что это такое. Я уехал, мне было там, сколько, 11 лет? Много разных игрушек, постфуда, макдоналдс. Я обалдел, когда приехал сразу. Когда меня отец повел в первый день на супермаркет, когда-то огромный, мы пошли, вал-маркет, вал-маркет, вал-маркет. Это был вал-маркет. Я тогда просто охренел. Я шел и спросил, это все можно трогать? Трогать, не брать. Потому что наши вот эти, тогда, что там, эти женщины на кассе, квадратные, за молоком ходил, треугольное молоко, ничего не было, просто эти огурцы везде в банк. Конечно, я охренел, да. Но к хорошему привыкаешь вот так. И все потом вошло в привычку через 20 месяцев. Тем более ребенок. Ну, все вот так. А потом, когда вернулся, тебе 90-ми, какими показались? А мне показалось, что все приехало за мной. Так, может быть, так и было? Возможно, я все привез с собой, отвечаю. Потому что появился Макдональдс, все вообще, супермаркеты, гипермаркеты, все это пришло вот сюда. Мобильные телефоны, все за мной приехало. Сейчас молодое поколение, особенно, которое не жило в 90-х, его немного романтизируют. Сейчас клипы снимаются в стиле 90-х. Ну, да. Песня, там, «Монеточки», дико популярная про 90-е. Журналисты говорят про ту свободу слова, тот телевизор. У тебя есть ностальгия по тому времени? Был ли тогда юмор круче? Нет, у меня ностальгии по 90-м точно нет. Потому что, во-первых, было страшно, потому что была дикая разгульность бандитизма и на улицах везде были наркотики, ничего только не было. То есть, это не было так романтично, как казалось. Выйти на улицу и отхватить пиздец, в принципе, было в норме. Ты отхватывал? Конечно, да. Конечно, да. Конечно, да. Конечно, да. Да, безусловно. Первый раз нас видели так сильно на Арбате, когда мы пошли с ребятами показывать миниатюры с Сашей Коркиным, я помню. Показывать. Мы своих, естественно, не писали, мы просто брали Карцев Ильченко в миниатюры и показывали на Арбате. И нас отмудохали так, за то, что мы там у художников забираем хлеб. Там просто какие-то... То есть вокруг вас образовалась толпа? Толпа, конечно. Мы ходили с шапкой с этой, и все. Ну, и потом нас быстро как-то... Нам быстренько объяснили, почему этого делать не надо. Да нет, ну что вы, то, что сейчас. Битком везде, в магазинах все есть. То есть я не говорю, что это рай на земле, но по сравнению с тем, что было, ну, ребята, ну... Сейчас у каждого есть машина, каждый может пойти там, не знаю, купить что-то. Еще выбирает там, вот этот купить там хлеб или вот этот. Вот это там, не знаю, молоко. Нет, вот этой фирме мне молоко не нравится. Вот, квадратное было, и огурцы в банк. Понимаешь, все. Все. А что за история, когда вы с Павлом Волей убегали с собственного выступления, потому что вас столь хотели пристрелить или избить. Ну, конечно. Это какой год вообще был? Ой, даже не помню, какой это был год, но это что-то в районе. Это был один из первых корпоратов, когда мы с Пашей Волей, значит, чувак, один чувак из... Авторитет какой-то. Из Утомленных Солнцем была команда КВН, где участвовал гостян. Один из них сказал, говорит, ребят, корпораты есть, но, значит, никого из ребят нет, потому что у них концертный тур. Где-то. Но не хочется, типа, деньги терять. Давайте мы вас оденем в Утомленное Солнце, мы будете, как Утомленное Солнце будете выступать. Голустян нет? Ну, скажем, что нет, Голустян. И вы приехали к какому-то там... Это был не какой-то там бандос, нет, это были какие-то... Это был бильярдный клуб вообще. Вообще, какие-то... Это было где-то вообще, ну, я не знаю, где-то, не помню где. Далеко от Москвы мы ехали куда-то на поезде, как... На электричке где-то зачем мы ехали. все, приехали, начали что-то выступать. Выступаем, выступаем, реакция никакой вообще. Там просто шары разлетают. Это 4,5 человека насмотрело. В какой-то момент Паша говорит там слова какие-то. Еще ни комедий клуба, ничего нет. Я помню, я стою вот так, смотри, подходит мужик, говорит, уходите. Что? Он говорит, бегите отсюда, вас сейчас будут пиздить. Барлон Брандо? Наверное. Я говорю, да? Он говорит, да, да, сейчас начнут вас бить. Еще, я помню, мы бежали, вот так вот спали. Пытались оттуда как-то свинтить. Прям бежали мы оттуда. Да, было такое. Вообще, в России журналистикой опасно заниматься, а юмором опасно заниматься. Ну, как поет там наш супер-рэпер фараон. Юма-юморист, пошутил не так и попал в Black List. Face. А я сказал фараон? Ты сказал фараон. Вижу, как я охуенно разбираюсь. Ты просто рэп, а ты в кепке, в бейсболке, как настоящий рэпер. Я юморист, пошутил не так и ты попал в Black List. Да, я супер, я вообще разбираюсь. Да. Face, конечно. Нужно аккуратно шутить, чтобы не попасть в Black List. Ну, не, на самом деле, слушайте. Ну, вот сейчас такой тренд, мне кажется, что юмор, там, ЧБД абсолютно жесткий. Ну, особенно выпуск вот с Мигелем просто мощь. Ну, это тренд. Есть запросы у людей на это. Тренд. Ну, не более. Сейчас вот людям нравится вот такой, то есть пожестче. Пройдет время, ну, поменяется что-то. Ты сам кайфуешь от такого юмора? Нет, я вообще поклонник, я всю жизнь, у меня вот Monty Pite. Для меня юмор идиотский, вот, вот, сумасшедший юмор для меня. Всегда очень веселил у меня. То есть, шутка, которую невозможно пробить и которая, которую невозможно предугадать. То есть, вот этот юмор для меня является наиболее смешным. И, собственно говоря, его я стараюсь пропагандировать. Такой жесткий, который может обидеть, но это на любителя. Я стараюсь не обижать оппонента. Ну, понятно, что может быть батл какой-то, но вот у ребят бывают перегибы, где непонятно, то есть, похоже на оскорбление. Все-таки эту грань надо как-то не знаю, выдерживать. В прошлом году ютуб-канал Вписка делал большой фильм про Камеди Клаб. Мне кажется, со всеми ключевыми персонажами практически. И там Артур Дженебекян рассказывал, что на самом деле история драматическая, у вас было много кризисов творческих. Были, конечно. Он, по-моему, пять или шесть назвал. Вот ковидный кризис стал для вас большой проблемой? А вот неизвестно, потому что если он будет продолжаться, то устанет. То есть, понятно, что первый раз мы-то все пересидели, как-то пытались делать онлайн какие-то выпуски, но это все не то, конечно. Это все равно, что, не знаю, реальная женщина и надувная. Вот разница, наверное, такая. Или там сахар и заменитель сахара. То есть, невозможно делать онлайн-выпуски Камели Клаба. Можно на какое-то время, но это живой зритель должен быть. Так передача живет. Так она задумана. Поэтому, конечно, если будет дальше какая-то вторая волна, третья волна, я думаю, тут и не до Камеди Клаба будет всем нам. Вот такой уже вопрос. Зато вы в 2020 году появились в Ютубе. Это прорыв. Одно из немногих, что нас радует вещей вокруг. Почему это случилось? Вас там принципиально долго не было. Ну, это надо, наверное, сказать отдельное спасибо и Артуру Дженебекиану, и Алексею Ляпорову, и всем нашим авторам, которые все-таки долго-долго пробивали, долго-долго пытались, чтобы это случилось. Я не знаю нюансов, потому что разговоры наверху, которые длились уже не один год, как-то они договорились. Я не знаю, как. Искренне не знаю. Как-то это случилось. Слава Богу. Потому что это должно было произойти лет 7-8 назад, наверное, по мне. В ТикТок планируете идти? Ненавижу ТикТок. Я вообще скажу, что... Ты консерватор? Ну, наверное. Просто это не мое. Мне еще раз повторяю, мне 39 лет, такой ТикТок. То есть, моя дочка, Настя, очень любит крутить вот эту штуку. А говорят, опасно, кстати. залипает. А залипает, да, безусловно. И поэтому сейчас ее запрещаем уже это делать. Но вообще в целом она вот так, ой, ля-ля. Для меня очень странно этот ТикТок. Есть и есть. Я, скажем, принимаю, но сам в этом участвую не могу. Мне и так, у меня инсты хватает. Во. Просто времени на ТикТок уже нет. И гнаться за этим просто не успеешь. Завтра появится какой-нибудь BigBook, послезавтра Шиждец. Все с какими-то китайскими названиями. Ну, оттуда все идет. Нам все из Китая залетело в этом году. Ты же не пойдешь везде регистрироваться, за всем успевать. Ну, невозможно. Надо просто отпустить в какой-то момент. Не было опасения, что вы в Ютубе не зайдете? Потому что там во всех интервью с разными вашими резидентами классический вопрос то, что вот Comedy Club это уже сытые комики в 18-й год проекту уже не так остро, интернет жесткий, но тем не менее вы объективно показываете крутые показатели за три недели полтора миллиона подписчиков. Не было такого страха, что мы вот на этой площадке провалимся и будет плохо? Нет, страха такого не было. И как я еще раз говорил, то есть у меня было понятно, что для людей это все новое в интернете. Для того, чтобы посмотреть наши какие-то номера, это надо было человеку прийти в точное время включить в это время телевизор и тогда посмотреть на Comedy Club. Другой возможности посмотреть эти номера нет. То, что человек теперь может посмотреть на Ютьюбе, это конечно большой прорыв для нас, для всех, потому что люди пропустили те люди, которые исключительно в интернете, потому что многие сейчас не смотрят телевизор в принципе и не видели наших номеров. Люди, которые не смотрят телевизор, люди, которые не смотрят никакой контент из этого квадрата под названием телевидение, а смотрят из других квадратов типа Айфона, Айпада и прочего, то конечно для них Comedy Club давно уже где-то там потерялся. Теперь у нас слава богу есть вот такая возможность людям донести, что есть у нас эти номера и вы можете посмотреть и посмеяться, потому что действительно очень много интересного классного контента, который люди пропустили просто-напросто. Я был уверен, что конечно многим зайдет, потому что все, ах вот такая миниатюра была, ах вот и такое, ну да. Я не могу сказать кто прав, кто виноват, потому что сейчас время, на мой взгляд, такого информационного фастфуда, информационного фастфуда, да и вообще в принципе фастфуда не видишь по мне, да и по себе. Пятерочку. Понимаешь? Фастфуд, да, безусловно, информационный фастфуд у нас каждый день новая информационная какая-то беда, каждый раз у нас вот что-то произошло, вот вчера, я не знаю, Харламф развелся сегодня, Айзу Анохину арестовали в этом, на Мальдивах. И вот это каждый раз вот что-то, про политику такая же. Ну ты легко, кстати, к этому троллингу относишься со всех сторон про тебя? Абсолютно. У меня было вот это время куколда, меня это даже веселило в какой-то момент. Потом, естественно, начало там надоедать и так как я всю жизнь занимаюсь юмором, в первую очередь шутки летели в мою сторону, я прекрасно, например, по поводу пуза моего, сколько там меня троллили и продолжаю это делать, то есть это любимые шутки Паша Воля. Я к себе отношусь критично, поэтому я спокойно отношусь к такого рода юмору. Есть где-то вещи, которые оскорбляют меня, то есть люди очень редко, я еще раз говорю, редко люди шутят остроумно, ну, я имею в виду в комментариях и прочее. И вот эта вот грань, где оскорбление и прочее, она иногда переходится. Ну и я как-то пролистываешь, ну и хер с тобой, ну то есть окей. Гарик, я от разных людей слышал, что ты по отношению к своим работам и критике очень обидчив. На примере вот самого лучшего фильма, который вышел в далеком 2007 году, ажиотаж был бешеный, скупали билеты, я это помню, но было масса хейта, и ты тогда сильно обиделся. Правда это или нет? На что? На то, что много очень было критики. Я вообще, честно тебе могу сказать, если разбирать самый лучший фильм, значит, его с тех пор раз в 800 показали по телевидению, и каждый раз был огромный рейтинг. Это что касается самого лучшего фильма. Более того, он собрал в прокате 35 миллионов долларов, что в принципе не может никак меня расстроить. Более того, дальше был самый лучший фильм 2, и самым лучший фильм 3, то есть с нами Columbia Pictures подписала еще контракт на 2 продолжения. Это тоже меня не могло расстроить никак. Теперь, значит, история с самым лучшим фильмом, мне за него не стыдно. Да, с точки зрения разные точки зрения, для кого-то он в конце, там история с этими письками была не очень хорошая, но там из этого фильма есть огромное количество то, что ушло в цитаты у народа. Половина фильма разлетелась на цитаты. То есть это говорит о том, что фильм уж точно при том, что было много хейта и говорили, что это типа люди там разочаровались, какая-то часть, а какой-то части, например, очень понравилось. Обижаться на это бессмысленно, странно. Более того, это был первый фильм пародия на другие фильмы в стране вообще. Именно поэтому мне за него не стыдно совершенно. Так же, как с «Сударным суровым». Фильм, который понравился, зашел далеко не всем, но тем, кому зашел, он зашел сильно, а тем, кому не зашел, я и прекрасно понимал, что это не пройдет для всех. Юмор вообще, любая юмористическая история, она узконаправленная. То есть кому-то совершенно не заходит, а кто-то считает, что это шедевр. Что касается самого лучшего фильма, он со всех точек зрения меня устроил. С точки зрения кассы, с точки зрения того, что там юмора и с точки зрения всего остального. Поэтому обижаться на это бессмысленно. Хейт, окей. Я с хейтом живу всю жизнь. Как мы сказали, ты можешь сказать просто, без шутки, без ничего, доброе утро, тебе понаприлетает херни. Поэтому, дружище, ты не будешь любим всеми. Гнаться за этим бессмысленно. Ты должен работать только на свою аудиторию, и к вновь прибывшим людям, которым ты нравишься. Все. Насильно ты, мил, не будешь. Бежать напролом, биться с ветряными мельницами, вот это бессмысленная задача. И у меня такой задачи нет. Теперь, что касается, ты спросил, что я сильно обижаюсь к своим клиентам. Нет. Абсолютно. Меня могут задеть по-человечески. Словом говоря, художник пишет картину, и все говорят, не знаю, не все, но какое-то количество людей говорит, говно какое-то. Художника обидеть может каждый. Понимаешь? То есть, это да. Но! Но! Он скажет, я так вижу. Это мое видение. И мне не стыдно засунувший фильм точно. Первая комедия, пародирующая другие фильмы, не было такого до. Это был первый фильм в таком жанре в нашей стране. Окей. Не понравился? Поехали дальше. Это не фильм. Это пародия на другие фильмы. То есть, это не кино, которое нужно было обсуждать настолько сильно. Это был первый фильм от Comedy Club. Вспомним, как встретили Comedy Club вообще изначально. Все ниже пояса, все пошло. Абсолютно. Абсолютно. Ровно то же самое. Нам всем прилетало столько, что... И тогда еще интернет не было, слава богу. Потому что сейчас бы летело и летело. Оно до сих пор летит. Вот ты представляешь, сколько у нас в интернете, сколько у нас людей, которые вдруг переобуваются на лету и говорят, что они святые все сидят там. Святые. Ниже пояса. Нет такого. Запомните, нет такого юмора ниже пояса. Такого нет. Во-первых, юмор либо смешной, то есть, либо он вызывает смех у оппонента, либо не смешной. Это единственный критерий юмора. Все. То есть, нету ниже пояса. Значит, он всегда был ниже пояса. Всю жизнь. Частушки. Что такое? Частушки. Ну, какая частушка про ниже пояса? Ты издеваешься? Ну, может быть. Ты знаешь, сколько частушек ниже пояса? Парочку. Ну, ты серьезно. Ну, я не могу сейчас вспомнить. Ни одной. Ни одной частушки про ниже пояса. Как на Киевском вокзале хуй жал до безволос. Когда милицию позвали, он на яйца упал ос. Это что? Ну, это не мейнстрим, это чистая частушка. В детском саду ее придумал не я. Этой частушке 300 лет. 300? Ну, с момента появления... Это в гусаре она будет, да? Это спойлер? Нет, гусары совершенно такое ничего не будет. Таких частушек тьма тьмущая. Понимаешь? И они всю жизнь были 300 лет этим частушкам. Сколько были? Нет, ну, слушай. И это, ну, что значит, ниже пояса. Давайте шутить выше пояса тогда. Давай пошути выше пояса, чтобы я, ну, рассмеялся. Нет, я вообще не против этого. Это странно. Вообще, все темы всю жизнь они всегда были. Все анекдоты про там муж, жена, там, не знаю, теща и прочее. Они, это что, выше пояса все? То есть, критерий только один. Смешно, не смешно. Все. Все. Там есть, например, черный юмор. Шутки там про смерть. Опять же. Смешно тебе? Я обожаю вообще черный юмор. Ну, еще раз. Если смешно, смешно. Шутка. Не смешно? Не смешно. И опять же, не будет всем смешно. То есть, ну, вообще, как, еще раз говорю, это все зависит от, чувство юмора у человека вообще формируется от его рождения. То есть, кто его окружал, кто его родители, какое его воспитание, как он получает информацию, насколько он реактивно реагирует на, ну, вообще. Ну, то есть, это все складывается годами. От его местоположения, от его национальности даже. То есть, словно говоря, ты, ну, пошутишь там про гея дагестанцу какому-нибудь, который там, ну, против этого всего всю жизнь. Он тебе просто отпи**ит. Понимаешь? Или все зависит еще даже от утра, вечер. То есть, пошути рано с утра в понедельник людям и вечером под вино в пятницу. И одной тоже. Это будет кардинально разная реакция. Поэтому нельзя говорить ниже пояса, выше пояса. Пожалуйста. Ну, это совершенно иное восприятие. Вот в фильме Эдуард Суровый вы сыграли так на тоненького очень. Тонко. Может быть. наверное. Это судить зрителей. Тебе стало это интереснее с годами или почему? Да не знаю. Я вообще Эдуард Суровый делал специально. Мне хотелось всю жизнь сделать макиментри. Оскільки я знаком с этим жанром. У меня с ним познакомился в Штатах макиментри. Для меня это вообще прекрасная идеальная форма юмора. Когда люди не понимают правда это или нет. И когда фокус-группе показываешь и человек говорит это было? Значит наша задумка получилось. Жанр макиментри у нас в стране тоже не был представлен именно в точном его воспроизведении. Конкретно когда какие-то звезды какие-то люди говорят о человеке которого не существовало или о событии которого не было. И это классная штука. Мне хотелось всегда в нее поиграться и мы опять же со славой Духа Мухаммедов это все сделали. Я прекрасно понимал что это будет не для всех. Я прекрасно понимал что это в узкую аудиторию бьем. Но тем кому он зашел он зашел. И те поняли. Те кто не понял ну ребята это не значит что у вас там плохое чувство и у него это значит просто не ваша история. Вот и все. То есть опять же работать на свою аудиторию исключительно. Не пытаясь завоевывать кого-то еще. Например для меня я прекрасно отношусь к творчеству вообще к Филиппу Киркорову или к Баскову но для меня постоянно молодиться это неправильный путь. Для меня. Субъективно говорю. с точки зрения например эстрады и песни пожалуйста наверное это правильно но с точки зрения юмора если я сейчас вдруг начну заодевать Михаил Шац пришел в стендап опять же Гарик Маркирозен в стендапе но это не я думаю для меня это неправильный путь потому что я могу попробовать один раз стендап но два-три но не знаю мне кажется надо еще раз я советую ничего я говорю субъективно для самого себя лезть в чужой огород это всегда вы с Гариком об этом не разговаривали о чем ты говоришь неправильный путь идти в стендап нет еще раз говорю я не говорю что они делают что-то неправильно я говорю за себя что мне так делать не надо а еще раз говорю лезть в чужой огород со своими какими-то правилами если человеку так хочется и он хочет это пробовать вообще любой творческий человек, который пробует что-то, это наоборот, это надо приветствовать. Но я считаю, что я бы так не делал. Я бы не пошел в стендап сейчас на их поле и пытаться там что-то делать. Эдуард Суровый. Хотя, я опять же говорю, это все. Завтра выйдет мой стендап, попробуй не прийти. Коммерчески успешным оказался проект Эдуард Суровый? Не было коммерческой истории вообще. Мы его не прокатывали в... Он не шел в кинотеатрах. Он изначально был заточен на телевидении. Более того, мы его показали перед Новым годом за один день. И это был такой некий подарок зрителям. То есть я не получил ни копейки с него. Мы ранее говорили о твоих предложениях заняться бизнесом, но цитата из тебя. Я игроман. И ты круто разбираешься в играх. Насколько я понимаю, уделяешь им какое-то количество времени. В этом направлении развиваться тоже не думал? Игры это игры. Если этим заниматься профессионально, то... Стриминга может быть. Нет. Нет. Стримингом я не хотел заниматься. Мне кажется, это долго и глубоко. Это очень прибыльно. Очень прибыльно. Я знаю, что... Егор Крид ушел в стриминг. Многие эти... Серьезно? Да, он стримит игры. Серьезно? Это приносит хорошие деньги. Ну, может быть, я к этому приду. Тут склейка и уже горит. Я уже, да, с Кридом... Как называется? С Кримлю. Ну, Крид, Скрим. Ну, да. А были онлайн-концерты на пандемии через Zoom? Нет. Не было. Ничего такого. У нас были выпуски онлайн. Ну, не онлайн. Ну, это да. Это я видел. Да. А концертов нет. Ничего такого не было. Юмористический концерт онлайн для меня является странным мероприятием. То есть, если это не стендап. Даже если это стендап, без живой зрительской реакции, без смеха с жизнью зрительского, мне кажется, это провальная история. Но это все-таки любая шутка, любой юмор... Представляешь, ты будешь рассказывать анекдот просто глядя в экран. Ну, Слепаков пел? Нет. Песня это одно. Песня не предполагает такой реакции. А вот анекдот, вот ты рассказал, и тишина вокруг. Убийство. Ну, странная история. Поэтому нет. Гарик, многие говорят про тебя, что ты самый смешной в комедий-клаб. И многие стендаперы отзываются о тебе так, что на Харламову можно просто смотреть. Я сегодня себе это испытал и просто ржать. Ты над этим как-то работал? Это навык какой-то? Это можно где-то научиться? Не знаю. Нет, не работаю. Не знаю. Все, что я делаю, я делаю искренне, максимально веря в то, что я делаю. И никакой отдельной работы, то есть школы юмористов пока нет. Не знаю, почему они все так говорят, но все удивляют. Почему все смеются? Я очень серьезный человек. Пожелаю тогда что-нибудь нашим зрителям, которые может быть тоже хотят быть такими серьезными людьми, успешными в юморе, на что стоит давить, какие качества в себе развивать. Основное, наверное, правило, это не пытаться сделать себя смешным. Если ты это будешь делать нарочито, ничего не выйдет. То есть, если твоя цель стать смешным, это, мне кажется, очень странная цель. То есть, если ты будешь нарочито пытаться что-то какие-то, мне кажется, ничего не получится. Это должно как-то изнутри идти. Это должно быть само по себе. Мне так кажется. То есть, я никогда не ставил себе цель так. Я хочу быть юмористом. Я должен сейчас пойти на технику речи и пойти узнать, как надо написать шутку. Академического ничего в этом нет. Это должно быть изначально. Ты должен таким быть. Тогда все будет хорошо. Так же, как и любой актер, который не надевает на себя маску, а который становится объектом роли. Вот тогда ты ему веришь. Тебе должны верить. Если ты играешь миниатюру. Ту или иную. Зрители должны верить. Ты вот этот человек. Ты вот этот чиновник. Ты, не знаю, Трамп. Тогда это, мне кажется, будет наиболее весело. Чем Камереклап взял в свое время? Тем, что... Вот я всегда привожу этот пример. Муж приходит домой с работы, жена с любовником. В аншлаге он бы сказал, ой, ай, я вызываю милицию. В КВН он бы сказал, чуть более ближе к жизни, но все равно обходя острый угол. А он бы сказал, ты что, еб***ь? Языком таким, которым люди бы сказали на самом деле. И тем самым это становится ближе к реальности, ближе к жизни. И тем самым становится смешнее. Дело в мате или дело в том, чтобы это было про жизнь? Нет. Мат ради мата – это чушь полная. Нет. Мат имеет право на жизнь там, где он необходим. Там, где без него... Чем вообще мат? Мат – это ты обостряешь тот или иной угол. То есть, когда ты орешь от боли, ты орешь матом. Или от страха. Потому что, ну, это вырывается на самом по себе. И если ты играешь миниатюру про боль или про страх, ты должен сказать так, как ты бы сказал это в жизни. И тогда это работает. Тогда человек видит эту ситуацию, которая с ним происходила на самом деле. Мат ради мата – это не все ерунда. Все говорят, вот мат, мат. Нет, мат. Можно и без мата это сыграть, в принципе. Но если ты сделаешь это ближе к жизни, тогда это будет больше. Больше достоверно. Достовернее. Гарик, спасибо тебе большое за эту беседу. Спасибо большое. Спасибо за просмотр. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, следите за обновлениями. Это был Forbes Digest. Пока-пока. ПОДПИСЫВАЙСИ ПОДПИСЫВАЙСИ Продолжение следует...